К другим темам. Историческое событие в жизни Воронежской епархии совершилось накануне. Глава Метрополии, Священный Архимандрит Свято-Успенского Дивногорского монастыря, митрополит Воронежский Лискинский Сергий, прибыл в Святой Обитель, чтобы совершить великое освящение Соборного Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Соборного Храма И вот теперь освящается Соборный Храм Обители. Поскольку престол имеет двоякое значение, гроба Господня и престола Славы Божией, на него возлагается двойная одежда. Нижняя белая, знаменующая собой плащаницу, в которую было обвито тело Спасителя для погребения, и верхняя, украшенная, изображающая его вечную божественную небесную славу. Неотъемлемая часть чина освящения – крестный ход. Торжественное шествие совершилось со святыми мощами. Реликвия вносится в алтарь по той причине, что в первые три века христиане совершали богослужения на гробах мучеников, кровью которых основалась, утвердилась и укрепилась церковь во всем мире. Чина освящения завершается окроплением прихожан святой водой. Сегодня, я думаю, что великое торжество и Церкви Небесной, потому что братья, святые обители, сия, которые здесь подвижались на протяжении многих веков, она сегодня духовно радуется вместе с нами, потому что сегодня мы освятили этот крыльцвятой храм. И этим самым как бы поставили точку в том отношении, что эта молитва о священии храма послужила к тому, что мы попросили у Бога благословения на новые созидательные труды братья и святые обители, сия. В своем слове к прихожанам Владыка призвал всех внимательно относиться к своей духовной и молитвенной жизни. Продолжение следует...